Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 октября и как я уже сказала, каждый день я буду рассказывать об одном томате, который я знаю на 100% и об одном томате, который является для меня открытием. Вот хочу рассказать сегодня, это будет последнее мое описание, о сорте Delicious, американском сорте. Я уже писала про него статью, но это действительно для меня открытие. И еще раз повторюсь, может быть кто-то предыдущий не видел видеоролики, если о своих томатах, которые я выращиваю год за годом, десятилетиями, я знаю все, 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 и я вот про Настю села, я могу все рассказать, то этот сорт, конечно, Delicious, американский, я его увидела впервые, я его долго даже не могла название прочесть. Конечно, вся информация, большинство информации с интернета, но от этого она не делается менее интересным, потому что вот это действительно такой томат, это из книги рекордов Гиннеса, я когда об этом узнала, что рекорд его, не могли другие томаты побить около 30 лет, я еще больше в него влюбилась. Но я влюбилась сначала, когда он вырос большой, а когда я узнала еще, что у него такой статус, я еще больше его полюбила, это тоже очень важно. Вот смотрите, этот томат прислали мне в оригинальной американской пачке, ни одного русского слова, я уже в статье объясняла, что я человек, изучающий немецкий язык, так как я всего родилась через 15 лет после войны, и у нас у всех было поголовное изучение немецкого языка, горький опыт, наверное, вынуждал. Ну и вот, английских слов я не знаю, сейчас я буду, когда название фирмы читать, возможно, я неправильно произношу, сразу извиняйте меня, я не знаю, как правильно. Ну и вот, это американская пачка, ни одного слова знакомого я там не нашла, я знала, что это американский, ну я просто написала американский Бург по первым буквам. А это оказалось потом, что это фирма-производитель, еще и не Бург, а Бург, Пе, но не важно. И так он несла в каталог, думаю, ну ладно, потом посмотрю, потом посмотрю про него информацию. Забыла на некоторое время. И тут я обратила на него внимание, когда у него начали образовываться огромные такие плоды, большие, красные, блестящие. Я думаю, ничего себе, томатик мне попался, надо поизучать про него информацию, что это за чудо такое, узнать хотя бы, как он называется. И тут как раз уже началось обсуждение каталога в Одноклассниках. Зрители мои начали помогать мне переводить вот это. Кто-то сказал, что это Бурпея называется, кто-то сказал, что это все-таки Делишес называется. Ну и мы выяснили, что Бурпея это название фирмы, Делишес это название плода. В переводе на русский язык обозначает вкусный, очень вкусный, восхитительный, вкуснейший, деликатесный, лакомый. Короче, все слова хорошие, которые можно сказать о томате, вот в этом названии Делишес вмещаются. Когда я увидела, как его так называют, конечно, тут, ну как, я его вообще зауважала. Я прочитала, что он в Америке еще в 64 году был выведен, он считается старинным сортом таким. На протяжении многих лет американские селекционеры делали отбор самых крупных, самых здоровых, самых вкусных. Это яркий представитель бифтоматов, он такой большой, красный, плоскоокруглый, блестящий, очень красивый на вид. И оказывается, и в Америке, и в других странах этот сорт очень известен, как и компания. А я тут на краешке России живу и даже не слышала о таком сорте ни разу. Но я не слышала, потому что у нас в магазинах его не продают. Все-таки он для нас считается редким, может быть, даже коллекционным сортом. Раз в магазинах не продается, значит продается только у коллекционеров. Я решила во что бы то ни стало развести этот сорт, познакомить всех людей с этим сортом, что есть на свете вот такой этот сорт. И что самое интересное про него я еще вычитала, что он в 1986 году, вот когда уже все вот эти отборы там по улучшению качества работы были проведены, в 1986 году этот сорт вырастили томат весом 3,5 килограмма. Представьте, мы удивляемся, когда у нас 900, когда у нас килограмм, а это 3,5 килограмма вес томата. И его внесли, он вошел, короче, в книгу рекордов Гиннесса и 28 лет удерживал первенство. Никто не мог его переплюнуть. Вот такой томат теперь у меня в огороде. Мне, конечно, очень неудобно, потому что я даже не знаю человека, который прислал мне этот томат, потому что весной было некогда, я все посеяла, все собрала, прибрала куда-то. Я не конверт теперь этот найти не могу и не знаю, кому сказать спасибо. Кто прислал мне этот чудесный американский сорт, может откликнитесь, я поблагодарю вас лично, прям поклонюсь в ноги, потому что это очень хороший томат. Ну и еще раз скажу, что, конечно, вот этот интенсивно ярко-красный свет, он идет и на соки, и на лечо, и на кетчупы. Вот именно вот такой, как цвет нашего знамени, все томатозаготовки с него очень яркие. Ну и, конечно, этот сорт салатный, и в первую очередь его нужно кушать, наслаждаться, вот его на разломе, мякоть сахаристая, плотная, наслаждаться вот этой мякотью, а потом уже, когда полностью наешься, тогда уж можно лечо с него варить. В первую очередь лечо никто с него варить не будет. Для этого есть наши вот скороспилки наши сибирские вот эти, которые массовые. Это, конечно, красавец. Если говорить о его характеристиках, то это индетерминантный сорт, он очень высоченный, он в теплице может вырасти 2 метра. Ну, о плодах я даже и говорить не буду. Плоды крупные, но в среднем 500-600 граммов. Вы все понимаете, что 3,5 килограмма у вас плоды не вырастут. Для того, чтобы вырастить плод гигант, надо удалять все остальные, и надо делать какие-то дополнительные меры по укропнению. Я никогда этим не занимаюсь. Вот у меня вырастает 500-600-700. Я считаю, это крупный нормальный томат, больше мне не надо. Зато их несколько кистей, и не надо ничего удалять. Я рекорды не выращиваю. Я люблю. Пусть будет их лучше много. Потом. Можно получить этот сорт, конечно, случайно и до килограмма, но это в том случае, если у вас будет грунт плодородный, сбалансированный. Если будет уход такой тщательный. У меня сильно тщательного ухода нет. У меня они все одинаковые. Я пошла по ряду все посынковать и его посынкую. Все. Что еще о нем я хотела вам сказать? То, чего, возможно, вы не... А, это среднеспелый. Это не... Ясно, что такие крупные плоды рано мы не получим. Ну вот. Все вот это. То, что он американец. То, что он рекордсмен. Все. Конечно, это вот такой, как мы считаем, бабушкин томат. Но хотя... Сделали его в Америке. И хотя это очень далеко от нас. Вот я когда нынче первый раз поела этот томат. Ну как, можно сказать, вдохнула его аромат. Мне почему-то сразу вспомнились вот эти бабушкины томаты из детства. Может быть, я тогда была меньше. Может, у бабушки томаты были крупные. Но когда я подходила вот к этому огромному томату, мне он казался вот такой точно в 3,5 килограмма. Я никогда не забуду их вкус. Никогда не забуду их вот эти вот... Разнообразия было мало. Почти все были одинаковые. Вот эти классические, круглые, плоско-округлые, там, бычье сердце. Но это вот настоящий бабушкин томат. Как раз он, кстати, вот когда я была меньше томатов, он как раз и был выведен в 64-м году. Он мой ровесник. И он мне очень нравится. Я всем советую. Ну, конечно, могу посоветовать это тем, кто любит крупноплодные томаты. Кто-то не любит крупные плоды. Я люблю. Конечно, его сложно запихать в банку, но я консервирую кусочками. Зато когда он мясистый, крупный, вот кусочки мякоти много, семян мало, очень хороший томат. Он у меня в этом... В каталоге... Сейчас скажу, под каким номером, я даже не помню. 212, по-моему. Но я сразу скажу, что я... В этом году всего у меня было 2 кустика. Я же на развод у меня семена прислали. И я пожалела даже все высеять. Я всего 2 посадила. Вдруг не удастся, чтобы на будущий год еще раз восстановить этот сорт. Ну, вот, короче, семян у меня очень мало. Хватит только первым заказчикам. Но на будущий год посажу целый ряд вот этих гигантов из книги рекордов Гиннеса. Все, до свидания. Будем выращивать американцев. Сначала я их не пускала в огород. У меня был такой псевдопатриотизм. Только сибирские томаты. Никаких американцев не пущу. Но потом все-таки немножко приоткрыла щелочку. И они один за одним, один за одним. Столько много прекрасных сортов теперь у меня американских. Так что у меня взгляды изменились. Теперь у меня будет международный огород. Так что у меня есть. Продолжение следует...